Лестники, сколько мест, да? Но здесь, извини, вы это расхозываете, это больше места. А что расстояние этот между спальнями, этими мешками, сколько-то? Вот туда поближе, да, и сюда. Четвером и здесь спокойно можно спать. Вот до сюда. Человек 6 лежит. Ну, вот. Если приспичит, то и больше. Да, нет, вот сюда еще положили, 6 человек, да, это все, 100%. Да, вот сюда положили еще фанеры, да, сейчас человек спокойно. Слушай, ну я представляю, тундру какой-нибудь. В тундру, тундру, да, извери тундры. Лишь бы бывают укрыты. Это да. Господи, да, это тут, это не то, что это 5-6 человек, тут может 9-8. Вон там еще еще человек может лежать. Да. Так, народ, в Шарпе мы ночевали много раз, в Лестнике не ночевал. Более комфортные. Говорить честно. Вот, в Лестнике я буду сейчас, завтра утром вам скажу. Ну, сейчас, сейчас не скажешь ничего, сейчас у нас солнце здесь не садится, поэтому непонятно, день или утро. В общем, как повезло. А здесь комфортнее, побольше, да, вместо. Ой, как проснемся, я скажу, как здесь было. Да, ночевать хорошо, плохо. Какие сны мне приснились. Все нормально, просторно в Лестнике. Я вот чипсы делаю. Михаил Юрьевич на утро просил чипс. Делаю вот, встал на полчаса раньше его. Вы видели сами, он похрапывает еще. А я делаю, работаю. Чего делать? Чтоб профсоюз Мишек не расстраивался. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль ОГРИЛ. С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Доброе утро, друзья. Ну что, идет, наверное, третий день уже наших путешествий. А мы еще не записывали ничего толком. Но все хочется вот доехать до места, встать, спокойно представить всех членов нашей выходки, назовем ее так. Рассказать немножко о них и начать официально кино. Может быть, сегодня получится. Посмотрим. Доброе утро, народ. Наконец-то оно началось, рыбалку. Все проснулись, все уже ушли. Дорога нас, как обычно, вымотала. Будем приходить в себя. Лагерь уже у нас стоит. Кто-то даже ушел ждать спиннинг. Ну, как оно все случилось. Итак, господа, вот таким вот прекрасным строем раскатился наш лагерь. Там еще вон трехкомнатная квартира есть, вон там стоит, далеко. Вот, а я сейчас поеду отвозить лодки на берег. А вот же у нас самый главный-то, елки-палки, как я вам не сказал-то. Смотрите, какая у нас палатища есть. Это у нас кладовка. Мы здесь будем снарягу переодевать там, всякое такое. Вот такая вот прекрасная штуковина от Поларберда. такой вот тент. Можно человек 6-7 присесть за стол, покушать. Ну, а мы ее будем использовать для переодевания, чтобы не было мух. Ну, и храним в ней сейчас вещи, которые не надо, чтобы намокли. Металлики, ружья, снаряга. Не дай Бог промокнуть снаряга подводная. Как-то вот так вот. Все на москитных сеточках. Так, ребята, идут соревнования социалистические по надувам лодок. У нас новая лодка Polar Bird 320 серии Merlin. Насос типа квакушки. И вторая лодка неизвестного производителя, который не захотел с нами сотрудничать и поэтому назван не будет. Так, и займемся установкой полов. Полы у нас устанавливаются очень просто. Не как вот на этой лодке. У нее тут происходит, смотрите, секс на полу. Лодки компании Снегиль отличаются тем, что в них стоит патентованная система установки полов. Сейчас я вам это покажу. Ребята, полы у нас из композитного материала, который гораздо легче, нежели обычные фанерные. Ну-ка, Андрей, подержи-ка гораздо же легче, чем фанерный. Да. Выглядят они в виде вот таких вот треугольников. Вот такие, ребята, треугольники. Мишаня собирает у нас лодку. Он у нас специалист по сборке лодок Polar Bird. Сейчас мы вам покажем инновационные полы. На стрингерах не написано. Производителю надо бы поставить буковки P и Z перед и зад. Как правильно уложить стрингера при установке. Чтоб человек не запоминал, просто сделал это и все. Даем первый. И вот так вот, легким движением Михаил Юрьевич загоняет. Третий, пожалуйста. И опять легким движением Михаил Юрьевич загоняет шары в лузу. Чуть-чуть оттянуть. Вот так вот. Хоп. Как видите, да? Не, еще сильнее, она раздвинет его. О, все. Как видите, полы легко и просто собираются. Когда это делать умеют. Держи, Михаил Юрьевич. Четвертый. А? Благодарю вас, Геродина. Да. А вторая команда продолжает качать лодку. Ну, правда, они делают это уже 25 раз. А мы, ребят, собираем лодку в первый раз. Ну, второй. Второй. У нас первый был тренировочный. Возле гаража боевой выход у нас второй. Эту лодку мы сейчас протестируем вот с моторчиком 9,9 лошадок Сузуки. И с нашим электромотором Минкота 30С. Саня, вылезь оттуда! Саня, вылезь оттуда! Саня, вылезь! жопу толкает назад и все ногой уже и все ребята полы собраны действительно достаточно просто до михал юрьевич качаем киль качаем нос качаем боки а я ставлю банки банка стоит трое в лодке и две собаки до елы-палы вот у вас весело будет 3 4 5 8 3 4 5 8 уплыла ух ты их поплыли мы ребят tut 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 tutu надо только чуть-чуть нормально тянет его назовем его бодрость бодрячком хорошо ну ребят вообще он смотрите милое дело блин электромоторчика достаточно у нас вторая скорость вот полный хорошо идет вот мы за полчаса аккумулятор зарядили целый день рыбалки будет примерно рыбаки рыбаки вы где а вот за каменный да вы туда на восток ушли до все поняли приняли глубоко должно быть вот под мысом там ничего здесь покидаем в старице можно вот видишь старец да ребята лодка это тоже свой кайф он утка сидит вроде нет здесь можно знаешь как вот подойти он к этой траве упереться в нее через нее покидать можно вот здесь по берегу походить прям вот здесь поэтому ночью я думаю где-то тут надо вставать до ветра здесь нету так щипчики висят вот здесь михалыч вот они лишь мелкие пушечки снизу песок нера ветки впереди палки топляк топляк вот вездеходы лесник серии лесник м экстрим и профи надежные неприхотливые с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой то что надо для тебя и для твоих увлечений при покупке приятный бонус по коду герасим шар подробно обзор вездеходов в описании а я придерживаю данной на месте ну что ж ребят пока у нас не клюет лодка ведет себя офигительно природа обалденная погода умопомрачительная чё еще надо если еще будет рыба будет вообще офигенно но если ее сейчас на спиннинг не будет значит будет вечером на подводной охоте все потихо тихо 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 не торопись и куда она не денется что хорошо уютно есть большой муравейник чтобы туристам не было скучно костричи веники березовой здесь кто-то боялся вот это вот сход вот это сход надо попробовать окуньей тут подергать наживца то вот ребят добрались до мыска здесь видимо байдарочники отдыхают когда сплавляются по реке реки в принципе доходят до белого моря эти все вот такое здесь стойбище сделана стенка видать преимущественно ветра дует оттуда но и открытое место и как бы здесь сделано вот такой заслончик дровишки есть какие-то так постой куда ты большая честь большая черепаха давай весло мне просто все резво шпанды ну вот ребят мы поставили аккумулятор на место двадцатка с холодильником сейчас простояла здесь часа два проработала 13 3 вольта и сервисный аккумулятор на котором мы плавали 13 3 вольта то есть он практически ничего вообще не потерял надо будет на измуром брать кстати мишаня давай кому значит чтобы попробуем надо каточки прокатимся есть мишка молодец давай лови жевцов это покрупнее было такой поприятнее был уже о ребят смотрите живец а да ну все же из будет у ребят трофеи растут на глазах гляньте какого красавца поймал такого же в садов значит килограмм на 20 клюнуть такая пойду точнее не пойду я уже пошел попытать рыбацкое счастье немного в стороне отлично сама цепляйка о я бы даже сказал очень не очень вот ребят в кое-то веке я поплавочной удочкой выбрался а еще и рыбу поймал ну блин этого даже на живца нельзя брать о блатва поймалась вот подошла до плотвичка то да да тарелки мыть ненавижу ложку свою облизываю вы видели на кого он косяка задавил какого косяка то конечно этого самого конечно да ладно конечно это карельский окунь прет ой 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 посмотрите что творится не давай не давай слабину ему ты что не давай слабину не давай слабину ты что не давай 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 доставай 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 ух ты хорош 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 отпускаю не ну тут ребята наловили что-то это наловили плотвы супер лодка наша супер лодка мне понравилось имеет место быть в рыбалках вездеходных лодочка место не занимает особо чую и кинул на этот на багажник выкинул да и все практически она не просит место суши даже ничего не надо вот она сюда кладется вот так вот мешай да так где у нас плюс живца не взяли да сейчас все заживется ну вот кирилл витальевич у нас уже снарядился ребят и будет спасать нашу безнадежную рыбалку кирилл витальевич какие прогнозы у вас настрой как хороший на на десяточку да где-то так вот хотя бы на трешечку замечательно тё на перегонки погнали да мы сейчас подожди их обгоним сначала ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой опасные гондольеры не у нас лодка лучше у нас баллоны больше пахнет у нас еще нас тишина пахнет хорошо у нас новая система до карелочка аккуратно это мы будем ребят жердины ставить по берегам чтобы они у нас звонили так блатвица вот так вот все ребятки блатвица пошла опа первый кружок стоит готовим блатвичку он тут мелко еще мелко я вот здесь поглубже тихо 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 я сейчас купаться пущу как раз два три от нашей эти поставухи а кто тут говорил что вот такие кружки брать дед детское дело конечно мы бы свои могли взять у нас там модные с флажками так ребята живцы у нас вот такие вот сказали меньше не ставить меньше говорят щука здесь не ест здесь щука избалована она кусает сразу чтобы на неделю на естся на видели прикалываются над нами мурманчане нам говорят пяти литрушки ставьте а сами поставили кружочки мелкие миша ты уже туда-сюда дышать начинаешь ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха галяк значит да пока ну в реке галяк или еще светло ну калик что у тебя семерк девятка тепло вон туда надо камням тебя шлепать вот и вот по тому берегу пройди потом на камни пойдешь это далеко надо с ними у них что-то один цилиндр да ну давай вот туда до сходим в ту заводь поставим и уже так вернемся так ребятишки вам поймали сейчас щупари когда туда он давай еще воткнем 1 есть бутылку насчет туда сейчас бросим где спокойная вода без ветра ему сейчас хорошо там тепло перископ есть ну чё как дела как дела так но вот жаренка на сухие палки всегда тяжело ломается вот о чем речь была про якутские ножи о том что односторонняя за . это удобно сейчас я управляю резом могу сделать вот так что-то выскоблить простым ножом это делать достаточно можно конечно можно но этим удобней стальные бивни это ножи которые проверила время с которыми не хочется расставаться отличный инструмент верный помощник и друг в ваших руках наш выбор якутские ножи от стальных бивней пусть это станет и твоим выбором мы такое любим стрельнула щука я ее поднял ребят вы видели как тут устроились на хвост ловит да не менее хвост хвост в воду попустила на хвост ловит а он пошел отдыхать да да так народ гера поплыл рыбачить я поплыл спать все батарейки батарейки сдохли надо заряжать здесь нету галяк да вот ребят кирилл вылез из воды у нас и говорит что здесь пустыня на можно конечно туристам рассказать как и здесь и небывалые щуки по 12 кило сидят и ждут она не закапываются не ну там вот мы кстати вот в тину тину заходили я где-то страгивал штуки две-три на на щуки там да там там тины это самое прям метра полтора ну-ка покажи ну как карельский окунь такая же карельская щука самая крупная самая крупная зараза ну что ж ребят оставляем мы наших карельских рыбаков на берегу чистить улов все два с половиной килограмма щуки вот а я поставил моторчик suzuki 9 и 9 на наш поларберт и попробуем сейчас чё же он может мы сейчас сходим на место интересное а на глис вышли отлично отлично 9 лошадок на спокойно на глис выносят что теперь уже дать вот еще без ружья иди смотри фото ружья тебя там все давай и без рыбы не возвращайся да ребят галяк галяк приспособление ребят для подъема воды здесь раньше был большой сплав леса тут поднимали воду так ух ты ух ты ух ты видали ребят как красиво уточки вышли класс это чё щука да ладно слушай ну ты такую крупную бы не брал так ребята я лошара блин забыл про якорь и тронулся с мотором намотал веревку и сейчас кирилл подойдет размотает и берега получается от носа намоталась на мотор и но и стянулась я не мотор не могу поднять не до веревки там доползти не но ее можно перерезать но можно и не перерезать как бы он сейчас виталий дойдет на меня кирилл и дальше ну расскажи как тут подводный мир флора и фауна по-северному скудная это видите по питерски культурно сказали вам что здесь это сама галяк короче растительность сахара подводная подводная сахара понятно так папа наша поста ушка заберем сейчас возьми а аккуратно а а все все давать на а по столуху сейчас выкину жуков гараж ведущий тюнинг ателье по вездеходам шерп и не только ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг десятки собственных разработок и улучшений оригинальные детали и качественное оборудование мы первые кто сделал шерп лучше подписчикам канала скидка а а чтобы не дай бог сюда не приехали не дай бог уже не приехали не обломались так же как мы как мы суда доезжали здесь должно было быть все посмотрев на кирилла я как бы решил даже не переодеваться не стоит до пачкой только снарягу мочить никакого ну чё я предлагаю поэтому как у по бутамброди куда а хотя тут это есть еще вермишель то ну я тоже пожил